Скоро год, как в России, начала действовать программа по благоустройству городской среды. В ее рамках приводятся в порядок дворы многоквартирных домов, создаются и благоустраиваются зоны отдыха, парки и скверы. Городская среда является проектом, инициированным партией «Единая Россия». Летом текущего года в Краснодаре прошла Всероссийская конференция, на которой председатель правительства России Дмитрий Медведев расставил акценты в работе по созданию комфортной городской среды, проводимой в рамках федерального проекта. Проект предусматривает активное участие жителей в определении вариантов изменения общественных пространств – дворовых территорий, скверов и парков. Он рассчитан до 2025 года и является важной частью стратегии пространственного развития. Благоустройство городской среды будет идти под общественным контролем, о чем тоже коллеги говорили. Действительно, наши жители, граждане нашей страны хотят быть причастны к переменам, которые происходят в их городе. На данный момент субсидии, которые составляют более 40 миллиардов рублей, получили почти 1700 городов. Две трети финансирования пойдут на обустройство дворов. Общаясь с прессой на Всероссийском форуме, глава Славинского района Роман Синеговский отметил. Комфортная городская среда – это ряд критериев, которые нужно использовать непосредственно. Это объемно-планировочные решения тех домов, которые мы строим. Это проезды, проходы, тротуары. Это ширина улиц. Это удобство, это безопасность. Это пешеходные переходы. То есть буквально все – парки, скверы, зоны отдыха, детские площадки. Это буквально все, что необходимо сегодня нашим жителям. Уже сейчас в Славинском районе ведутся работы по модернизации объектов, вошедших в программу в 2017 году. В их числе будущий сквер «Молодежный» в районе улиц Школьной и Красной, идея создания которого принадлежит жителям города, а также ряд дворовых территорий. Ход работ на всех объектах под особым контролем держит глава Славинского района Роман Синеговский. Ведь создание комфортной среды для жителей – важная задача, которая стоит перед властью. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».